Свою первую и, надеюсь, пока последнюю художественную книгу «Научно-фантастический роман Тёмное пламя» я издал уже довольно давно, в 2011 году. Я издал в издательстве «Снежный ком.М». Должен сказать, что, на мой взгляд, писателю всегда сложно говорить о своём романе, особенно если он написан в душе. В моём же случае это, полагаю, даже ещё сложнее. Вот как роман выглядит, а вот как он выглядит в полном размере. Я уже говорил на нашем канале, что, увы, считаю нас неготовыми к разговору о носферном мировоззрении. Мой роман – одна из попыток подготовить, в том числе и нас, к такому разговору. Но это будет непросто. Начать нужно с того, что данное мировоззрение конспирологическое, и в открытых источниках о нём не прочесть. Есть только небольшой цикл книг супругов Бузиновских, самый известный из которых стал «Тайна Воланда», в которых они открытым текстом рассказали о данном мировоззрении, о его создателе – Роберте Бартине. Это первый и последний пока рассказ об этом мировоззрении, во всяком случае в открытом формате. Равно о коне рассказали в своих книгах и о созданном Роберте Бартине в Советском Союзе «Тайном обществе писателей» – «Тайном обществе диск», в которое входили писатели, безусловно, составляющие золотой фунт не только советской, но и мировой литературы. Мой ролик о Роберте Бартине будет на конечной заставке, но вот его фото в полном размере. Равно как в этом цикле книг они, на мой взгляд, неплохо рассказали о том, что диск был не только советской, но, видимо, и международной организацией. Впрочем, он таковой, видимо, остается и по сей день. На Западе они считали, им руководил Герберт Уэллс в свое время, и я с этим согласен. Кстати, я вообще склоняюсь к тому, что центр диска находится в Великобритании, но об этом понятно позже. Должен также сказать, что я очень давно заметил, что ряд известнейших писателей, как советских, так и зарубежных, в своих книгах «Тайна между строк» пиарит некое неизвестное науке мировоззрения. Также я заметил, что это мировоззрение построено на концепции реинкарнации, что заметили и Бузиновские, и оно построено на благоборчестве. А вот этого Бузиновские, кстати, не заметили. Равно, как и очень давно понял, что в мире, в котором доминируют авраамические религии, а также их два деривата, коммунистическое и риберальное мировоззрение, сделать такое мировоззрение, понятным простым людям, будет очень непросто. Но заодно понятно и понял, почему эта работа ведется в тайне. Однако выход книг супруг Бузиновских показывает, что, похоже, тайный период работы над этим мировоззрением, а также над его пиаром, как минимум заканчивается. И именно поэтому я тоже решил приступить к работе, направленной на снятие фатаморгана с этого мировоззрения. И с этой целью и написал издок роман «Темное пламя» и даже начал работать над его продолжением. В «Темном пламени» я, понятно, об этом мировоззрении рассказываю, как и Бузиновские, открытым текстом. Единственное отличие я использую для этого не публицистику, а художественный, так сказать, слух. Судьба, однако, распорядилась иначе. Даже сейчас, спустя 9 лет, я работу над продолжением романа еще не закончил. Более того, я склоняюсь к тому, что сначала будет правильным издать об этом все же публицистическую книгу. И работа над публицистической книгой я, кстати, уже заканчиваю. Но беда в том, что мой роман, вначале неплохо прозвучавший и даже номинированный на две литературные премии, начал заборваться. Год назад я решил напомнить об этом моем романе, скажем так, читателям, на своем канале на Дзене. И сначала написал на Дзене об этом цикл статей, а потом начал там публиковать фрагменты романа с продолжением. Кроме того, под каждой такой публикацией я начал давать ссылку на литературные премии, по которой электронную версию романа можно было купить. Почти год, толку от этого не было практически никакого, но несколько месяцев назад роман начали потихоньку, на самом деле регулярно покупать и начали покупать все чаще. Знакомые давно советовали мне просто начать читать свой роман фрагментами на ютубе и под каждым роликом таким тоже давать ссылку на литературные премии, по которой роман можно купить. Но мне эта идея не особенно нравилась, потому что когда читаешь, так сказать не смотришь людям в глаза, не смотришь камеру, смотришь в текст книги. А весь мой опыт работы, что с телевидением, что теперь с интернетом показывает, что люди этого очень не любят. И должен сказать, я для себя этот вопрос еще и так и не решил. Хотя я склоняюсь к тому, что все же почитать немного роман на камеру будет правильнее. Но только склоняюсь, окончательное решение я еще не принял. Но вот начать рассказывать о романе, а также о заодно и ноосферном мировоззрении на ютубе, я думаю, точно уже могу. И здесь мне точно ничего не помешает в ходе таких рассказов смотреть в камеру, а не в бумажку. Ну и вот я решился, наконец, вот это вот начать. Сказать мне нужно очень много. Дело в том, что я глубоко убежден, и давно глубоко убежден, что ноосферное мировоззрение – это то, что сегодня нужно не только нашей стране, но и всему миру. Не больше и не меньше. Так почему бы нам потихоньку и не начать разговор об этом именно с разговора о моем романе? Тем более, что мне вообще-то, как ни крути, нужно выговориться. Мне нужно очень многое сказать, что я не досказал в романе, хотя он и большой. Я уже сказал, что писателю всегда трудно рассказывать о своем романе. И трудно прежде всего потому, что сказать нужно очень и очень много. Мне было тоже это настолько трудно, что я не смог написать даже синопсис к этому роману. И его пришлось написать одному из издателей, известному писателю-фантасту Глебу Усакову. Больше он известен под псевдонимом Ярослава Вера. Этот его синопсис я сейчас зачитаю, а заодно, так сказать, проведем первый эксперимент чтения на камеру. Когда смотришь в текст, а не смотришь в глаза. Но думаю, что, скажем так, выговариваться всегда все же просто, проще, чем именно рассказывать. А дальше я планирую именно выговариваться. Синопсис я лучше зачитаю непосредственно из романа. Вот, кстати, как роман выглядит, скажем так, в виде нормальной княгини, в виде ее цифровой обложки. Но и, с вашего позволения, я рискну зачитать синопсис. 23 век. Множество вещей, предсказанных более чем два века назад, мыслителям Эрф Роман в романах «Туманность Андромеды» и «Час БК» сбылись пугающей точностью. Кроме одной – предсказания о Великой войне, в которой погибнет не менее половины человечества. Звездолет Тантра, отправленный к планете Ирида, чьи передачи по Великому кольцу внезапно оборвались, обнаруживают, что цивилизация на планете погибла. Ученые полагают, что виной тому были рискованные эксперименты Иридиана с расщепляющимися материалами. Однако это не так. Новая экспедиция обнаруживает страшную правду. Планету уничтожил массированный ядерный удар из космоса. Межзвездный фашизм существует. Разгадать код Эрф Роман – значит спасти Землю. Но на этом первый разговор. Давайте закончим. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках? Начиная разговор о моем романе, нельзя не сказать несколько слов о создателе новосферного мировоззрения. Роберто Орос де Бартини или Роберте Людмиковиче Бартини. Таким стало его русифицированное имя. Он, безусловно, был очень таинственной личностью и в его биографии масса белых петель. Это и породило легенду, что он вообще не принадлежал нашему миру и пришел в наш мир из мира куда более совершенного. И как бы это невероятно ни звучало, я должен со всей ответственностью сказать, в этой легенде есть резон. В 2017 году я сделал о Роберте Бартини получасовой ролик. Он есть в подсказке и будет на конечной заставке. И там я постарался по возможности подробно рассказать о нем и о белых пятнах в его биографии. В этом ролике же я хочу дать пару фрагментов из этого моего ролика, подтверждающих вот это невероятное предположение. Вот первый факт. Роберт Бартини у нас в стране был авиаконструктор. Более того, можно смело сказать, что именно он создал советскую авиацию и космонавтику, которые, безусловно, были лучшими в мире. Так вот, например, сохранились документы, доказывающие, что он еще в 1942 году знал, как преодолеть звуковой барьер. Человечеству же эту проблему пришлось решать очень и очень непросто. И заплатить за нее многими жизнями. Жизнями летчиков-испытателей. Давайте посмотрим фрагмент об этом. Но что бы там ни было, работа Бартини в СССР – это, безусловно, работа настоящего гения в области авиации, космонавтики и теоретической физики. Так сложилось, что работу свою он начал с маршалом Тухачевским. И работал он с ним достаточно долго. И в 1938 году, после ареста Тухачевского, ему это припомнили. Припомнили достаточно сурово. Он оказался в тюрьме. Стоял даже вопрос о его расстреле. К счастью, его не расстреляли. Но после этого он продолжил работу в Сталинской Шарыне. Самое впечатляющее в этой работе, пожалуй, следующее. В 1942 году Бартини имел разговор с самим Берия. И Берия ему сказал, что если он разработает истребитель, намного превосходящий по скорости истребителя фашистской Германии, то его отпустят. Бартини согласился. И он разработал такой истребитель. Истребитель Р-114. Чертежи этого истребителя сохранились. Бартини сделал вывод, и обоснованный вывод, что этот истребитель будет опережать скорость звука два раза. И вот здесь именно наглядно и проявляется то, что он, похоже, владел знанием. На тот момент человечеству неизвестно. В начале 40-х годов практика развития авиации обогнала его теорию. И на тот момент еще ни один ученый понятия не имел, как преодолеть звуковой барьер. Бартини же сделал разработку, позволяющую не просто его преодолеть, а преодолеть два раза. Звуковой барьер был преодолен только в 1947 году. И многим летчикам-испытателям пришлось за это преодоление заплатить своей жизнью. Вот, например, цитата из книги про Лазурова, книги о Микояне. Вот давайте я ее зачитаю. «О грядущих победах Микоян думал очень много. Он стремился к ним, отчетливо понимая, как это нелегко. Листая зарубежные журналы, он видел на их страницах портреты людей с общей судьбой. Эти люди погибли при попытке преодолеть звуковой барьер. Со взрывом врезался в землю истребитель Мастер-4Б. Погиб французский летчик Константин Розан. В Англии над Фармборо развалился реактивный истребитель, который плотировал Джон Дэй. На самолете с Кайрой нас смертно стигла американца Вердина. Микоян внимательно всматривался в лица мужественных людей. Неужели правда, что дальше дороги нет? Впрочем, есть ли дорога или нет ее, но идти вперед надо». Тоже не буду голословно. Давайте посмотрим небольшой сюжет об этом. Трясясь в тюремном вагоне, Бартини непрерывно думает, какой самолет нужен для приближения победы. Он верен своему принципу – предлагать только новое. В результате появляется проект реактивного самолета-перехватчика со стреловидным крылом. Идет всего лишь 42-й год, и о таких вещах никто даже не думает. Крыло всегда располагается под прямым углом к фюзеляжу. А Бартини делает его стреловидным. Он идет еще дальше, и стреловидность становится переменной, а крыло – треугольным. Расчетная скорость и вовсе фантастическая – 2200 км в час. Такая скорость будет достигнута только спустя многие годы. Лишь в конце 50-х появится истребитель МиГ-21 и перехватчик Су-9. Это только один факт. Есть еще и более впечатляющие. Например, перед самой войной ему удалось создать невидимый самолет. Невидимый в прямом смысле слова. Для глаз, а не для радиолокатор. Тоже давайте посмотрим фрагмент об этом. И должен сказать, и со всей ответственностью сказать, это еще далеко не самое впечатляющее в работе Бартини. Например, перед войной Бартини разработал невидимый самолет. Понимаете, невидимый в прямом смысле слова. Невидимый не для радиолокаторов, а невидимый визуально, для глаз. То есть это вещь, которая вообще стоит за гранью, и которую по сей день никто разработать не смог. Как ему это удалось? Версии я читал много, благо их сейчас публикуют в открытой печати. Но, боюсь, ни одну из этих версий нельзя считать научной. Ну что ж, давайте тоже посмотрим сюжет об этом. В 35-м году в СССР на одном из северных аэродромов был испытан секретный самолет-невидимка. О нем стало известно только спустя два десятилетия, да и то совершенно случайно. Завели мотор, самолет вдруг задрожал, и, как писали очевидцы, как бы размазался по взлетной полосе, и просто остался какой-то вот такой блик, еле заметный, и его не стало видно. А потом только слышно было, что он пошел на взлет, что он взлетел. Потом за ним взлетели два истребителя И-16, и эти истребители на звук пытались его найти. Потом было слышно, опять же, только слышно, но не было видно, потому что два кинооператора снимали весь этот процесс тогда на кинопленку. И опять же было слышно, как самолет приближается к взлетной полосе, как он сел, как он пробежался, остановился, выключился двигатель, и самолет вдруг, ну, проявился на взлетной полосе. Я впервые прочел об этом невидимом самолете еще в детстве, в 1977 году, в моем, на тот момент, любимом журнале «Техника молодежи». И тоже, естественно, был очень впечатлен. Несложно представить боевые возможности невидимой боевой авиации. Почему невидимая авиация так и не состоялась, и почему Советский Союз благодаря этой невидимой авиации не сделал коммунистическим весь мир, боюсь, так и осталось тайной. Публикации об этом, ну, практически нет. Этот пример с невидимым самолетом тоже очень и очень наглядно показывает, что Бортини, похоже, владел знаниями, неизвестным человечеством. Что тогда, что, боюсь, и сейчас. Пожалуй, добавлю к этому. В Соединенных Штатах тоже проводились такие аналогичные работы приблизительно в этот же период. И там удалось сделать невидимым не самолетом, а корабль, эсминец Элдридж. Петнагон сейчас называет историю с эсминцем Элдридж устойчивым мифом, но я лично думаю, что это не миф. Я долго пытался разобраться, много лет, с вопросом, возможно ли оптическая невидимость, и пришел к себе, представьте, к выводу такому, что возможно. Но здесь есть одна маленькая деталь. Это работа над оптической невидимостью. Приоткрыла, скажем так, такие силы, энергетические силы, перед которыми ядерное оружие и детские игрушки. И с такими энергетическими силами наша цивилизация, безусловно, работать еще не готова. Добавлю еще кое-что. Действительно, научное обоснование оптической невидимости мне удалось найти в книгах только двух людей, и эти люди и близко не ученые. Более того, я нашел его там, где совершенно неожиданно идти. А именно, это обоснование я нашел в Хомите и в «Остеление колец» Толкиена. Кстати, одна из причин, почему я считаю, что центр тайного общества диск находится в Великобритании именно здесь. И я нашел его в другой сказке. Сказке в прямом смысле слова. Сказке Владислава Крапивина «Дети синего фламинго». Кстати, эта сказка в 2010 году была экранизирована под названием «Легенда острова Дрит». Но, на мой взгляд, лучше бы этой экранизации не было. Она очень неудачна. Это, кстати, произвело на меня такое впечатление, что я после этого даже начал проработку творчества Крапивина в конспирологическом ключе. И результатом этого стала публитическая книга, работа над которой я уже заканчиваю. Думаю, мы об этом как-нибудь еще поговорим. Заканчивая этот разговор, скажу, конечно, самое главное, что оставил Роберт Бартини, что о нашей стране, что нашему миру, это не лучшая в мире авиация космонавтика, а это его теория шестимерной вселенной и вытекающее из нее ноосферное мировоззрение. Которое, кстати, по большому счету, является развитием мировоззрения коммунистического. Только вот что Марксу, что Энгельсу, что Ленину, думаю, было очень далеко до Бартини. Да, это и понятно. Тот же Владимир Ленин в свое время в работе материал из «Моим период критицизм» сказал, электрон так же не исчерпаем, как атом. Природа бесконечна. Нильс Борн назвал Ленина за это великим физиком-деревщиком нашего времени. Да вот только реально-то в вопросах, что ядерной физики, что физики вообще, Ленин был далеко не силен. В полной мере это, кстати, можно сказать о Марксе и об Энгельсе. А вот Роберт Бартини был в этих вопросах очень силен. И именно поэтому он смог подвести под эту свою теорию, кстати, не материалистическую теорию, очень серьезное научное обоснование, куда более серьезное, чем у Маркса, Энгельса и Ленина. Но об этом мы, надеюсь, поговорим позже. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно выявите на конечных заставках. Наверное, будет правильным рассказать, как я пришел к ноосферному мировоззрению и как такой взгляд на мир стал моими убеждениями. Тем более, это очень интересно. Это почти детективная история. И произошло это для меня внезапно. Хотя теперь я прекрасно понимаю, что шел я к этому давно и шел с самых ранних школьных лет. Но понимание этого действительно для меня вспыхнуло. Вспыхнуло как-то раз и навсегда. И может быть, даже не будет преувеличения здесь сказать, что это было не понимание, а озарение. Я уже говорил, что закончил высшее военно-политическое училище. Вот, кстати, как я выглядел в те годы. Ну а вот фото в полном размере. Поступил я туда в 1983 году, сразу после школы. И уже не помню, когда это произошло, но, по-моему, после второго курса. Я приехал в летний отпуск к родителям. Получается, это было лето 1984 года. И взял в библиотеке одну книгу. Я книголюб с очень раннего детства. И в те годы, несмотря на молодую еще возрасточень, прочел уже далеко, наверное, ни одну и не две тысячи книг, а куда больше. Но так получилось, что известная книга Ивана Ефремова «Лезвие битвы» тогда еще прошла, прочла мимо меня. Прошла, извиняюсь, мимо меня. И вот я взял ее тогда в библиотеке первый раз. Интересно, что на тот момент основные романы Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», «Час быка» и «Тайса финского», а также «Повесть сердца змеи» и некоторые рассказы я прочел. Но вот повторяю, главная, можно сказать, книга, в которой изложена сама суть «Носферного мировоззрения» и «Лезвие битвы» прошла мимо меня. Но и потом также нужно отметить, что указанные книги и рассказы Ивана Ефремова я прочел в раннем школьном возрасте. И поэтому мне тогда даже в голову не могло прийти, что в этих книгах есть скрытый смысл. Но вот теперь у меня за спиной было два года учебы в закрытом политическом вузе. Я был уже кандидатом членов КПСС и готовился стать, как тогда это называлось, бойцом партии. Готовился начать карьеру в политорганах вооруженных сил Советского Союза. И была еще одна очень важная деталь. Я на тот момент был довольно редким исключением из правил. Дело в том, что я все еще верил тогда в коммунистическую теорию. А в ней тогда уже очень и очень многие разуверились. Я же продолжал верить в нее всерьез. Не исключением в плане этой разуверенности было и наше высшее военно-политическое училище. Можно сказать, одна из цитаделей КПСС. Например, надписи на письменных столах типа «Научный коммунизм – дурость». У нас были нормы. Была также нормы различные шутки, различные анекдоты. Но вот, например, одна. «Наша цель – коммунизм». Надпись на «Зенитно-ракетном училище». Подобные анекдоты и шутки тоже среди курсантов были нормы. Повторяю, курсантов каких? Будущих замполитов. Я же, как ни странно, продолжал верить. И, конечно, я видел, что многое, или точнее, как пел Высоцкий, все не так. Но я искренне считал, что это еще можно поправить, что это временное извращение. И нашу страну можно вернуть на адекватный путь развития, а нашему народу вернуть веру в коммунистическую идею. Впрочем, иначе я, наверное, не выбрал бы профессию замполита. На тот момент, кстати, уже презираемую профессию. Сколько было об этом анекдотах, тоже кто жил в то время, думаю, помнит. Но вот, тем не менее, похоже, я против своей совести никогда не умел идти. Ну, и понятно, коммунистическую теорию, или как она тогда по-русски называлась, научный коммунизм, я изучал в УЗИК-сервис. Изучал не ради диплома, а изучал, потому что мне действительно хотелось очень хорошо ее изучить. И многие преподаватели поручили мне не только блестящую карьеру замполита, но и блестящую карьеру ученого-обществоведа. И вот в этот момент мне попадается книга Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Вот встать, как выглядит одна из ее обложек. Ну, вот как она выглядит в полном размере. А вот как выглядел Иван Антонович Ефремов. Ну, и вот его фото в полном размере. Не буду ходить вокруг да около. Как я прочел «Лезвие бритвы», мне сразу стало ясно, что теория, изложенная между строк в этой книге, и близко не коммунистическая. Два года учебы не прочли даром. Более того, эта теория даже не материалистическая. Она исходит из того, что смерти нет и построена на концепции реинкарнации. Главной же энергией в нашем мире она считает энергию кундалини. Кто знаком с индуизмом, тот знает, что такое энергия кундалини. Она считает даже ее не просто главной энергией. Она считает ее, скажем так, главной силой в нашем мире, которую человечеству нужно обязательно познать. И именно на использование энергии кундалини построена научная парадигма данного мировоззрения. Она исходит из того, что современный метод научного познания, аналитический метод, через расчеты экспериментов, нужно дополнить еще и интроспективным. Методом познания через медитацию. А та информация, которую люди получают через медитацию, ни разу не галлюцинация. А это тоже объективная информация, и более того, это очень серьезная информация. И такой подход позволит не только невероятно обогатить науку, но и обогатить каждого из нас. Поскольку у нас, у каждого, есть еще и некие высшие способности сознания, построенные на энергии кундалини. И потенциал их просто невероятен, просто безграничен. Вот такая вот эта была теория, которую все почему-то считали коммунистической. Это, кстати, было еще далеко не все в этом мировоззрении, что мне тогда удалось понять. Я и тогда понял далеко не все. Но правда, я тогда также понял, что высший идеал этого мировоззрения не гуманизм. Более того, оно исходит, что никакого гуманизма, ну или добра, как кому больше нравится, в мире не существует, как и зла, впрочем. Добро и зло это химера, выдумка человечества, ну или выдумка Будды и Христа, которые в конечном итоге уже завели человечество в тупик и заведут еще дальше. Не существует никаких объективных законов добра и зла, как я сказал, это химеры. И пока человечество будет пытаться эти химеры познать, слепо доверяя, что Будде, что Христу, что Марксу, что Энгельсу, что Ленину, оно будет все дальше и дальше заходить в тупик, продолжая метаться из крайности в крайность. Человечеству нужен не абстрактный, придуманный идеал добра и гуманизма, а ему нужен объективный идеал. Это мировоззрение предлагало такую идеалу. Оно считало таким идеалом красоту. Вот определение красоты из-за этой адресии. Красота это правильная линия в единстве и борьбе противоположностей. Та самая середина между двумя сторонами всякого явления, всякой вещи, которую видели еще древние греки и называли Аристун, наилучшим. Считая синоним этого слова меру, точнее чувство меры, я представляю себе эту меру чем-то крайне тонким, чем-то крайне тонким, лезвием бритвы, потому что найти ее, осуществить, соблюсти нередко так же трудно, как пройти по лезвию бритвы, почти невидимому из-за чрезвычайной остроты. И вот красота, да, объективна. И ее законы можно начать открывать, постигать все глубже. И особенно это хорошо получится, если изменить научную парадигму, так, как предлагает данное мировоззрение. Это то, что я тогда понял. Кое-что я не понял. Например, я тогда не заметил концепции инферма и вытекающие из него богоборчества. Но об этом мы, надеюсь, как-нибудь поговорим детальнее. Но и встал вопрос, что мне с этим пониманием делать? Доложить, куда следует? Ведь это же действительно, с какого боку ни смотри, как тогда это называлось идеологическая диверсия. И потрясающая и по масштабу, и по глубине идеологическая диверсия. А я уже коммунист и будущий боец партии. И не где-нибудь, а в вооруженных силах. Ну и давайте на этом, пожалуй, сегодня остановимся. Надеюсь, мы еще продолжим этот разговор. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok